Время перестройки И самое главное, на такие специфические трудности, с которыми сталкиваются журналы и не только российские, а вообще в мире, в переходе на открытый доступ и вообще в процессе модернизации их производства, их продвижения. Обучение, тренинг, все-таки это тренинг-семинар по продвижению будет происходить в реальном времени. То есть, обратите внимание на аккаунты ARFA в Фейсбуке, на русском языке ARFA Russia, ВКонтакте ARFA Russia. То есть, если кто-то из вас подписчик этих социальных сетей, я думаю, что многие уже есть, можете следовать за эти аккаунты, а также в Твиттере. Все-таки, надо сказать с самого начала, что Твиттер – это самая важная, на наш взгляд, среда для распространения журналов вместе с Фейсбук. Так что Твиттер – это очень важно. А хэштег специально создан для этого события, для представления, для семинара тренинга ARFA в Москве. Так что, если кто-то в Твиттере, может набрать этот хэштег прямо в search, и он будет следовать за всеми твиттерами, которые будут происходить из нашего офиса в Софии. Будет происходить еще здесь. Еще нам будет помогать Антон Смирнов, который является управляющим редактором журнала Nuclear Energy Technology Murphy. Еще и Татьяна Скрипник, если она здесь, то есть управляющий редактор, скорее всего, опаздывает, она управляющий редактор Russian Journal of Economics. Хорошо, поехали, как говорится. Значит, я представляю здесь издательство «Пенсов», которое я основал в 92-м году, причем в Москве. Издательство физически находится в Софии, но с самого начала оно было задумано как совершенно таким международным, который публикует только на английском языке и так далее. Это наш офис в Софии, мы оперируем оттуда. У нас 30 постоянных служащих. У нас есть еще представитель в Москве, Алла Арсевская. Аллочка, будьте добры. Ее визитки там на столе. Еще и с января открываем маленький офис с одним представителем в Брюсселе. Так, наш основной продукт с точки зрения сервиса к другим журналам и издателям – это ARPA. Самое главное обаффит, что это не только софтвер. Это, конечно, достаточно уже огромная такая сложная система, но кроме софтвера мы предоставляем поддержку, мы предоставляем сервисы на выбор, в том числе и по производству, по вьюгерски, по распространению, по маркетингу и постоянной консультации по деятельности журнала, на любом этапе деятельности журнала. То есть ARPA – это софтвер и много разных сервисов. Это самое главное. В настоящее время на ARPA публикуется более 50 журналов, все они открытого доступа. Из журналов, которые публикуются пенсов, то есть в которых мы являемся издателями, их 34, из них 14 имеют уже импакт-фактор, остальные в процессе оценки, и 22 в скопусе. Публикуем журналы для много разных организаций мира, из Германии, Бразилии, Голландии, России, Южной Африки, Австрии. Из России в настоящее время на ARPA 7 журналов, это 4 примера из них. Журнал Северо-Арктического университета в Архангельске, Russian Journal of Economics, Nuclear Energy and Technology и Research Research and Pharmacology журнал Белгородского университета. Как примеры просто. Итак, начинаем с самой презентации. В прошлом и в этом году в издательской индустрии, в академической издательской индустрии произошел какой-то прямо шок, можно прямо так сказать. И этот шок был вызван планом С. Что такое план С? План С – это споразумение, это соглашение между несколькими организациями, которые финансируют в европейском сообществе, которые решили через финансовые инструменты сделать академическую издательскую деятельность полностью в открытом доступе. То есть тот, кто платит, тот не заказывает и музыку, грубо говоря. И там участвуют 11 стран из Европы и 16 организаций, в том числе и фондации Билла Гейта и Велкам Трес из Англии, из Британии. В самом начале все это выглядело очень красиво. То есть они собирались буквально с следующего года перевести все, что они финансируют, на золотой открытый доступ. То есть деньги идут только туда, куда статья публикуется в открытом доступе. То есть без всяких там green, open access, какой-то эмбарго, то есть как опубликовал, и все доступно всем. Кроме того, они собирались запретить гибридные журналы. То есть это журналы, которые идут на подписку, но некоторые статьи находятся в открытом доступе. И большие издатели что делают? Продают ее подписку, и часть журнала продают как открытый доступ. И это им никак не нравится, и никому это не нравится, и они решили это запретить. Кроме того, они решили поставить ограничение, верхнее ограничение CAP, то есть Article Processing Charges. Говорили, что это будет 1000 евро, но потом как-то замолкли об этом. И самое главное, прозрачность формирования расходов журнала. Почему журнал такой дорогой, если он, скажем, требует с авторов 3000 евро за статью, которая в 10 страниц. То есть они хотели, чтобы журнал показал свои расходы, почему это так, и сколько на самом деле имеет он прибыли или его акционеры. Вот так начался план ЕС. Ну, конечно, буквально на следующий день началась канонада, и она открылась, конечно, самым большим орудием, Nature. И в течение года в организацию Coalition S, которая за план ЕС, то есть есть такая организация, как Coalition S, поступило 1800 чем-то, всяких мнений, всяких протестов, в том числе, конечно, был и саппорт, конечно. Но, в конце концов, после года обсуждений, план ЕС изменился сильно. Во-первых, его отложили на год, то есть он будет начинаться с следующего года. Во-вторых, снято требование ограничения верхней границы АПС, и самое главное, снято ограничение для гибридных журналов. Как они его сняли? Через трансформационное соглашение. Трансформационное соглашение, это суть находится в том, что деньги, которые идут на подписку, на абонемент, чтобы и те же деньги шли на открытый доступ. То есть трансформация денег на самом деле. Но кое-кто увидел очень хорошую возможность для себя в этом, это большие издатели, они прочли план ЕС, как буквально дьявол читает Евангелие, и в конце концов, что получилось? Так, что получилось в конце концов? Вот трансформационное соглашение проекта ДИЛ. Германия не является членом Коалищи НС и План С. Что сделали они? Они вели долгие-долгие переговоры с большими издателями, и в январе этого года Уайлей, это был первый, который заключил с ними соглашение с консорциумом ДИЛ, где вообще 700 институтов всей Германии, всякие университеты, институты и прочее, заключил нас на 33 миллионов, а потом Шпингер Нейчерф, а в августе на 40 миллионов. Что это за деньги? Это те же деньги, которые эти издатели получали от Германии на подписку. И большие издатели сказали так, будет клауза, так называемый принцип бюджетного неутралитета или неутралитета дохода. Получали мы 40 миллионов, мы хотим получать их так же. А немцы публикуют, скажем, 10 тысяч статей Шпингера в год. Они разделяют вот эту сумму на статей, и получила сумма 2750 евро на статью. Переговоры начались с 1650 евро. Все говорили, что там они как-то договорятся на какой-то более приличной такой цене. В конце концов, большие издатели выиграли битву, и они согласились с немцами на 2750 евро за статью. Если Эльзивир подпишут, Эльзивир, конечно, трудно в переговорах, то весь проект дел в Германии будет платить около 120 миллионов в год этим трем издателям. И это примерно 170 тысяч евро на институцию в среднем. Я думаю, вы уже наверняка спрашиваете себя, а что это вообще-то нам-то? В смысле, зачем это нам знать? А это очень важно не только для Германии, это важно для всего мира. Почему? Потому что они сильно подняли порог цены. Что бы ни делал Шпрингер или Эльзивир или Уайли в других странах мира, они никак не могут сильно отступить от этой цены. Никак. Они не могут сказать, что в Венгрии и Болгарии это будет стоить 500 евро, а в Германии 2500-500 евро. Потому что это один и тот же труд, одни и те же расходы. То есть они подняли порог, и настолько его подняли, что он недоступен даже для всех институций в Германии, а что там, говоря вообще о Восточной Европе или Африке. Это вообще то, что называется, прошла самая настоящая дискриминация. Вот эта модель стала набирать скорость. Недавно подписали разные страны в этом году, в том числе в Венгрии подписала недавно Шпрингером. У них оказалось, что цена получается 5000 чем-то на статью в гибридных журналах. Идея всего этого трансформационного соглашения, вообще проекта в том, что он будет длится только на три года, до 2024 года, а потом уже все будет красиво, то есть будет свободная конкуренция и так далее. Ничего такого, конечно, не будет. То есть большие издатели взяли все это в свои руки, открытый доступ. Еще новость появилась буквально месяц тому назад, стали поговорить о «Jew blocked open access». То есть канадцы, скажем, платят деньги за open access, но говорят так, а зачем это самое, мы платим деньги, а почему Китай должен читать бесплатно? Или сказали, вот будет open access, но только в пределах Канады. Это, конечно, очень трудно осуществить, но вот такие идеи просто крутятся в мире. Мы платим, и только мы читаем. Что-то, конечно, конечно, большой нонсенс. Еще тут же, буквально три недели тому назад, начался опрос Nature, такой приличный вопрос, как бы вы бы отнеслись, если у нас цена будет 10 тысяч долларов на статью? Сейчас у них 5. Это опрос ко всем авторам Nature и так далее. То есть все мы понимаем, куда все это идет. В конце концов, буквально как Уайли подписали в январе, вышел такой очень важный блок одного автора, Кнюхельмана, который я просто прочту второе выражение. Если вот этот уровень цен будет повышаться, это будет дискриминировать, это просто будет дискриминацией и институтов, и ученых, и это приведет к мир открытого доступа, где, опять же, деньги решает, кто будет публиковаться. Или, иначе говоря, тот, который когда-то, недавно, не мог себе позволить читать дорогие журналы, просто подписаться на них, теперь не сможете уже и публиковаться в этих журналах. Но, может быть, если находится в правильной стране, будет читать то, что в открытом доступе. Вот к этому все и привело. В чьих же руках спасение? В общем-то, что бы мы ни делали, что бы большие издатели, олигополисты ни делали, то существование небольших издательств, небольших журналов, независимых журналов, просто неизбежно. Иначе просто мы должны перестать публиковаться. Кто будет платить 3000 евро в России? Или в Болгарии? Или там, не говоря уже где. Это только Китай, только Германия, может быть, только несколько богатых стран в мире. И то не все. И то не все. Так что дело в наших руках. Что журналу делать в такой ситуации? Журнал может податься в Шпрингер Нейчер, скажем, или Фельзевир, попроситься туда. Но если у журнала нет хорошего импакт-фактора, высокого, то, что его не примут, это просто на 110%. Почему? Потому что в условиях трансформационного соглашения такой журнал будет для них просто расходы. Просто он ничего им не приносит, кроме расходов. То есть он не продается. Никто там не заплатит 2000, сколько, 3000 евро, чтобы публиковаться в таком журнале. Так что податься большому издателю, это будет очень-очень большое исключение для очень-очень специального журнала, если не его вообще примут в этой ситуации, как принимали, в общем-то, до недавнего времени. Это во-первых. То есть журнал должен как-то найти способы, резервы, чтобы существовать и чтобы не требовать с автором, скажем, безумные деньги или вообще какие-то деньги за публикацию, что самый, конечно, справедливый, бесспорно, справедливый вариант. Можно решить запечатную версию или дигитальную печатку, печатать 2, 3, 10, 50 копий, сколько нужно, а не 300 или 500, которые просто собирают пыль. Где-то в складе. Как пока еще многие делают. Кроме того, техническая редакция во многих журналах есть свои собственные силы, даже своя ставка, особенно в больших институтах. То есть они могут делать техническое редактирование, могут делать верстку, а пользоваться вот такими передовыми платформами, чтобы сочетать эти усилия, пользоваться своими собственными силами, чтобы сделать все это на доступном финансовом уровне. Это модернизация. Может быть финансовая помощь от организаций, как было в России, еще есть, по-моему, от государства, проект 5100. Может быть другая государственная поддержка, может быть спонсорство и реклама, хотя реклама, конечно, не самый лучший вариант для журналов, но многие это делают. Если все прозрачно, ничего плохого. Может быть плата за публикацию, частично или полная. Допустим, у журнала есть половина денег на то, чтобы он существовал в прекрасном, хорошем виде, половины не хватает. Вот эту половину можно поставить как APC к авторам, скажем, 100, 200, 300 евро, в конце концов, не такие огромные деньги, и авторы понимают смысл этого. Не так это страшно. Но 2000 уже, конечно, неприлично, прямо скажем, неприлично. Еще журнал может предоставлять дополнительные услуги, как перевод на английский язык или лингвистическая редакция. Я знаю, что сейчас многие журналы в России это делают за свои собственные средства, это огромное средство. Но, по-моему, нельзя из автора переводить. Автор должен сам перевести свой труд или найдет способ, чтобы он был на хорошем английском языке. Это не дело журнала. Я так считаю, и не только я. И могут быть всякие смешанные модели, и, конечно, финансирования. Итак, я в конце первой части нашей презентации я представлю вам новые тарифные планы АРФА. Когда АРФА появилась в Россию, там, уже два года назад почти, все сказали, ну, это очень действительно так, очень хорошо все это выглядит, но для нас это дороговато. Я, конечно, учел этот опыт, и мы разработали пять различных ценовых тарифных планов, начиная с слайд, самый такой низкий, до премиум. В чем смысл этого? Все планы включают полную электронную редакцию с начала до конца. Все планы включают DOI, конверсия статей, метод данных в XML, распространение XML, индексирование. То есть, вся электронная система, мы ничего от нее не исключаем, даже для самого низкого плана. В чем различаются планы? Почему цены там разные? Если журнал делает себе редактированное техническое копи-эдитинг и верстку каким-то образом, то ARFA может делать только остальное, только публикацию PDF, или можем к этому добавлять HTML, XML и так далее. То есть, планы различаются в уровне наших собственных усилий по журналу. Вы видите, что на самом сайте ARFA есть эти планы на русском языке. Они еще есть там буквально на столе. Они расписаны, так что можете взять и посмотреть. Все это очень прозрачно. И самое главное, понятно, что каждый план включает. Какие сервисы, какие возможности. В конце концов, примерно, конечно, не очень прилично на таких конференциях говорить о ценах, но вопрос такой все равно будет, поэтому давайте его сразу ответим. Вот журнал, у которого такой достаточно, не очень большой, но не очень маленький, 30 или 40 сотей в год. Сколько это будет стоить журналу в год всего? То есть, иметь всю ARFA и часть ее сервиса, или все ее сервисы. Начиная с 3500 евро в год и заканчивая 18000 евро в год. Но в последнем случае мы все делаем. И редактирование, и верстку, и HTML, и XML, и много чего еще. Обратите внимание на Advanced. На Advanced. Там, где написано 10500, это около 700 тысяч рублей. Это означает, что журнал делает верстку, финн-дизайны до PDF. От этого файла мы ее берем, добавляем всякую семантику в XML, с XML-tagging, и публикуем вместе с PDF, который предоставляется журналом. Мы делаем HTML, XML в полном тексте, конечно, это не только метаданные. Распространяем, оказываем всякие услуги по маркетингу, продвижению и так далее. Вот этот Advanced план разработан как раз для журналов, у которых есть уже своя инфраструктура, свои поставщики, свои верстальщики и так далее. Итак, Arfa действительно разработана для небольших издателей и отдельных журналов, сообществ или институтов. И мы всегда рады обсуждать возможные сотрудничества, в том числе многие уже знают, что мы никому не отказываем консультаций, совершенно бесплатно, нам самим интересно просто поговорить и узнать, где проблемы и как мы можем их решить. Так что можете обращаться к нам по любому вопросу. Так, давайте посмотрим, что тут происходит. Твиттеры. Так, 10 минут назад кто-то запустил. Что-то насчет планес. Вы видите, что Open Access и планес поставлены как хэштеги. Это означает, что особенно планес интересует многих. Это означает, что те, которые следят за этим хэштегом, получат этот твит. Кроме того, первая колонка это колонка хэштега нашего события, этого тренинга. То есть, все, которые выбрали эту колонку, они будут смотреть за все твиты или твиты, которые включают этот хэштег. Скажем, всякие мнения от аудитории, всякие вопросы, комментарии. То есть, это очень-очень эффективный и удобный способ прослеживать за то, что случается на конференции или на каком-нибудь событии, и совершенно не обязательно, чтобы вы там присутствовали. Почему? Потому что люди обычно в твиттере делают такие очень важные, очень действительно самые главные. Они выбирают, они для вас буквально фильтрируют информацию и преподносят то, что на самом деле им кажется самой существенной. Так, одна из наших служителей тоже запустила личный твит о Research Results and Pharmacology. Тоже запустил. Да, Nuclear, да, даже с фотографии, это Arfa Seminar Now в Москве. Тоже те, которые следят за аккаунтой Arfa по форме Пенсов тоже получат этот ответ. То есть я просто демонстрирую продвижение журнала или платформы в данном случае в реальном времени, как это происходит и какие для этого есть инструменты. А потом третий час нашего семинара будет посвящен как раз продвижению в соцсетях. Да, тут другие аккаунты. Этот титул называется TweetDeck. Он очень удобный, поскольку можно следить за многими аккаунтами. Скажем, у нас на Arfa более 50 аккаунтов. Они друг другу помогают. И за эти аккаунты надо как-то пытаться следить постоянно и одновременно. Вот этот тул называется TweetDeck. Он очень к этому годится.